Салют, друзья, у микрофона Мистер Кейт, добро пожаловать в GTA 5! И скажите мне, вам не надоела машина Франклина? Она такая безвкусная, такая старая. Франклин, у тебя куча денег, но ты всё ещё катаешься на этой старой развалюхе. Так совпало, что сегодня у Франклина день рождения, и он закатил себе самую настоящую вечеринку, пригласил кучу гостей и веселиться на полную катушку. Я не знаю, сколько лет исполнилось Франклину, этого не знает никто, но гостей он пригласил действительно много. И, кстати говоря, где сам Франклин? Ты здесь? Ой, девушка, извините. Видимо, это новая барышня Франклина. В общем, так или иначе, Майкл решил устроить для Франклина настоящий сюрприз и протюнинговать его тачку, строить тачку на прокачку. Но поставить просто бампер, диск или спойлер, это слишком скучно. У Майкла есть для Франклина самый настоящий сюрприз. О, Трейси, привет. Ты что здесь делаешь? Надень, пожалуйста, более закрытую одежду, Трейси. Не позорь своего папашку. Ладно, пока Франклина я не вижу, есть как раз-таки возможность забрать его машину. Но, правда, есть и большая проблемка. Вы посмотрите, сколько охраны стоит у дома, и все охраняют его машину. Просто так Майкл забрать ее не может. Но сюрприз нам сделать все-таки надо. Так что, ребята, извините, ничего личного, но тачку мне придется забрать. И если не по-хорошему, то через силу я забираю эту машину. Эй, мужик, стой, стой, не стреляй. Забирай тачку, мы никому не скажем. Эээ, че? Я могу забрать машину? Так, ладно. Тогда давайте садиться, а то мне уже две звезды влепили за это дело. Спасибо, мужики. Я перед вами в долгу. Так, все. Машина Франклина у меня. Давайте ехать к моим ребятам в знакомый автосервис. Они мне уже пообещали то, что смогут превратить эту крошку в неу... Ой, здравствуйте, полицейские. В неузнаваемого монстра. Да, вы не ослышались, настоящего монстра. Но сейчас, в принципе, все увидите сами. Для начала мне нужно скинуть полицию с хвоста, потому что полиция мне сейчас точно не нужна. Ой, нет, меня окружают с двух сторон полицейские. Так, давайте на эту парковочку. Надеюсь, что здесь они меня не запалят. Знаете, что меня порадовало? То, что охранники, на самом деле, оказались хорошими ребятами. Я думал, их придется всех поубивать, чтобы забрать машину. Но они пошли навстречу Майку. Респект им за это. Хе-хе. Окей, полиция нас перестала искать. Так что двигаемся в автосервис. Находится он рядом с Чемберлин и Хиллз, где раньше жил Франклин. И, собственно, там работают его друзья. И когда они узнают, что у него день рождения, и Майкл хочет сделать ему такой сюрприз-подарок. А они, разумеется, пошли на уступки. Эй, это Майкл. Машина Франклина приехала. Открывайте ворота. Так. Блин, какой автосервис у них здесь шикарный. Ну что, паркуемся? Эй, мужики, кто здесь занимается работой? Вы будете тюнинговать машину Франклина? Ну, замечательно. В общем, вы, как мне пообещали, хотите сделать из нее настоящего монстра. Так что приступайте за работу. Сегодня к вечеру все должно быть готово, пока Франклин не узнал, что его машина пропала. Ну, вот и прошло 3 часа. Работы было много, но они должны были уже управиться. Посмотрите, какая очередь из балосов здесь собралась. Из-за срочного заказа Майкла им пришлось подождать. И я думаю, они не очень-то довольны. Мужики, мы уже уходим. Сейчас вашими машинами займутся. Пришло время глянуть, что же они там сделали. У меня уже сердце прям застучало. И я в диком предвкушении. Хочется уже посмотреть на эту крошку. Итак, 3, 2, 1. Ох, да. Это именно то, что я хотел. Они превратили Буфо Франклина в настоящий монстр трак. Только взгляните на эти колеса. Эта тачка теперь больше Франклина стала. Если Франклину так нравится его обычная тачка, то ее, понятное дело, не надо сильно менять. Нужно всего лишь поставить гигантские колеса. Теперь Лос-Антос, а он точно будет привлекать к себе внимание на фоне всех остальных машин. Сможет удирать от полиции. Грабить банки. Ездить по бездорожью. Да что захочет будет делать. Так, мужики, работа готова. Надеюсь, подвесочку вы закрутили нормально. И я не разобьюсь. Мне нужно ехать. Так, завели. Вот так вот. Мужик, отойди. Мужик, отойди. Все, хватит бить мой бампер. Нужно ехать к Франклину домой обратно. Пока вечеринка не закончилась. Я очень надеюсь, что он оценит подарок Майкла, ведь он постарался. Реально постарался. Вот такие вот друзья должны быть, которые могли удивлять. Вот так вот. Уфу, мое. Как он ее протаранил. Я думал, мы сможем по ней проехаться, но она недостаточно высокая все-таки. Хотя, может, у нас все-таки получится на кого-нибудь заехать. Например, на эту машину. Господи, это луга. Ну ладно, оставим все самое интересное Франклину. Я не хочу, чтобы Майкл трогал лишний раз его машину. Нам главное ее довести до его дома. Ну и раз на то пошло, и мы делаем реально крутой сюрприз, то нам нужно внести капельку неожиданности и удивления в лицо Майкла. Я вижу, тут есть какой-то мост к его дому. Что, если мы на его машине зайдем прямо в его бассейн, Майкл? Аккуратнее. Ой, охрана здесь охранника сбили. Все в порядке. Это подарок для Франклина. Что будет, если мы на этой тачке сейчас зайдем прямо в его бассейн? Черт, здесь парковка, Роуз-Ройсы припаркованы. Не хочется портить чужой транспорт, но с другой стороны, как нам еще тогда здесь проехать? Там все по-прежнему веселятся, тусуются, но здесь небольшой заборчик, который мне мешает. Нужно его попытаться объехать. Я попросил охранников припарковать здесь другую машину, чтобы мы прямо по ней смогли заехать в бассейн к Франклину. Вот таким вот образом. Ну, ну не таким же образом. Майкл, ну черт, мы перевернули машину здесь. Эй, кто-нибудь поможет мне ее вернуть на колеса? Франклин, ты где? Майкл приехал к тебе с небольшим сюрпризом. А вон он, Франклин, я вижу его. Франклин, дружище. Тревор, йоу, это че такое здесь? Франклин, с днем рождения тебя от всей души, и вот мой подарок тебе. Я протюнинговал твою тачку и сделал из нее настоящего монстра. Как тебе? Офигеть, Майкл, йоу, это офигенный подарок, мне дико нравится. Да, я не сомневался, что Франклину понравится. И такой приезд сюда. Ой, господи, здесь девушку на две части расплющило. Майкл, ну поаккуратнее надо было заехать. Ладно, не важно, давайте уже брать эту машину и отправляться на тест-драйв. Знаете, если бы мне, друзья, сделали такой подарок, я был бы просто в шоке, на самом деле. В первую очередь я был бы в шоке, но и в то же время я был бы рад. Так, нам нужно выехать с этой вечеринки. Все, вечеринка продолжается без Франклина. Он отправляется веселиться в город, нам главное проехать здесь. Я, кстати, уже привлек внимание полицейских на своей же вечеринке. Ну, ге-мое, это моя вечеринка, делаю что хочу на ней. Все, Франклин, давай не позорься, ставь ее на колеса. Вот так, вот это все-таки монстр-трак, он должен проезжать где угодно и как угодно. Так, на меня едут полицейские. Здравствуйте, офицеры. Как вам новая машина Франклина? Вы меня унижали все эти годы, теперь Франклин будет унижать полицию. Мы просто по ним проехали, как будто их здесь и не существует. Монстр-трак для этого и создан, чтобы ездить по другим машинам. Только единственный минус, как я вижу, на большой скорости он не заезжает на машину, только на маленькой. Зато таранит он их еще как. Вот так вот, вот так вот. Она, конечно, не слишком тяжелая, если бы этот монстр-трак был реально тяжелый, он бы их тачки расплющивал. Но, самое главное, мы можем проезжать где угодно. Ладно, Франклин, обещаю вам тест-драйв этого монстр-трака Буфуа. Так что давайте устроим этот тест-драйв прямо по улицам Лос-Антоса. Зачем нам ехать на оффроуд, если можно покататься прямо по городу? Ё-моё, как попрыгунчик здесь по улицам прыгает. Полицейские, здравствуйте! Черт, это шикарно, я обожаю монстр-траки. И если уж на то пошло, то давайте навестим визит Груф-стрит прямо в логово Бауаса. Пока эти Бауасы ждали, чтобы эту тачку продюнили, Франклин сейчас поедет к ним на район и устроит им небольшой разнос. Слушайте, а полиция меня очень быстро потеряла. Видимо, они не хотят связываться с машиной Франклина после того, как он раскручивал уже несколько их тачек. Но тем не менее, три звезды. Они меня влепили, то есть они уже разозлились на шутку. Вон там едет полицейский. Эй, офицеры, Франклин здесь. Да-да-да, езжайте прямо ко мне, езжайте. Здравствуйте, офицеры. Что вы будете делать? Я сейчас по вам проедусь. О, господи, ему башку оторвало, посмотрите на него. Чёрт, я так раскручивал этого парня, что у него голову оторвало. А что с тобой случится? Давай-ка я и по тебе проедусь. Что, думал, у тебя это не коснётся, да? Вот так вот, вот так вот. У него руку оторвало, капец. Могу ещё и пробуксовать по нему. Это тотальное выдержание, просто тотальное. Ещё одни полицейские приехали. Вы что, тоже захотели получить от Франклина небольшого разносика? Вот тебе какой-то офицер. Что, этот офицер крепкий оказался? У него куски тела не отрываются. Ладно, над полицейскими издеваться, конечно, прикольно. Но куда прикольнее издеваться над Баусами? Мы ещё такие высокие стали, как будто едем на автобусе самым настоящим по этому городу. Баусы. Вот, кстати, этот автосервис, в который мы заезжали. И из этого же автосервиса мы сразу отравляемся на Гроув Стрит. Баусы. Это вам месть за семью Фэмилис. Стоп, 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 стоп. Чёрт, я его чуть не сбил, но погодите-ка. На Гроув Стрит банда Фэмилис? Как такое возможно? Так, секундочку. Франклина, видать, уже очень много пропустил в своей жизни, пока живёт в своём особняке. И Гроув Стрит снова захватили Фэмилис, а это значит, что Баусы тусуются на другой улице. И эти Баусы так сильно боятся, что попросили поставить тут блокпост. Стоп, здесь тоже банда Фэмилис? А где Баусы? Кого мне унижать тогда? Но я тут подумал, если Франклин не может ни от кем поиздеваться, то давайте просто устроим визит нашей тётушке и покатаем её на новой тачке Франклина. Эй, тётушка Франклина, выходи! Твой племянник в гости приехал! Тётушка Франклина, ты дома? Тётушка, пошли! Там полиции много, нам нужно спешить, пока они не разобрали мою тачку на запчасти. О нет, полиция уже в доме! То откуда вы взялись-то? Я с вами сейчас голыми руками разберусь. Это частная собственность. Кто велел вам всё заходить, а? А ну пошли вон! Я как терминатор буду на выход пробиваться к своей машине. Вот так вот. Тётушка Франклина, давай быстрее заходи ко мне. Давай-давай-давай, беги! У нас времени мало. Ну же, прыгай в машину! Давай, залезай! Ты что, помощь же, чтобы сесть нужна? Давай, заходи! Вот так вот, отлично. Я понимаю, тачка высокая, она практически уже не молодая, не может так высоко залезть. Да ничего страшного. Фу, вот этот переполох мы, конечно, в Лос-Анто себе навели. Я думаю, тётушка Франклина просто в шоке от такого. С дороги! Бог постно решил строить, встал по центру дороги. Ладно, давайте возвращаться обратно на вечеринку. Всё-таки гости меня заждались. Я сегодня главная персона на этой вечеринке. Всё-таки день рождения у кого? Правильно, у Франклина. Ну и раз у нас такая крутая машина, то, как я уже сказал, можно спокойно ездить по оффроуду. Ведь именно для этого она и была создана. Сможем мы подняться на эту крутую гору здесь? Вот так вот, вот так вот. Едет, едет! Движим бы, конечно, ей посильнее. Всё-таки мы только колёсам, считай, поставили. Но, тем не менее, забирается. Клёво! Ещё и от полиции сейчас здесь оторвёмся. Великолепно! Универсальная машина. Монстр трак. Рядная тачка на все случаи жизни. Эй, а где все гости? Что, уже все разошлись? Блин, видать, Майкл испортил вечеринку Франклина. Но это, в принципе, не важно. Ведь у Франклина есть теперь обалденная машина, на которой он сможет кататься. Которую можно парковать где угодно. Хоть так, хоть сек. В общем, надеюсь, что Франклин отлично провёл день рождения. И подарок получился у него отлично, на котором он сможет катать своего Чопа. Спасибо, что посмотрели видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи. Всем пока. Чоп не лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok